В 2004 году мы начали работать на одном участке, на котором по предварительным данным должен был быть влажный культурный слой, то есть там хорошо сохраняется органика, хорошо сохраняются остатки деревянной архитектуры, и где можно получить наиболее полную информацию о жизнедеятельности людей в средневековом городе. Когда я разрабатывал план и концепцию экспедиции, я поставил одну из главных задач – это всестороннее исследование культурного слоя и материала с помощью всех возможных естественных научных методов. То есть мы проводим и анализ остеологического материала, что дает нам возможность говорить о рационе питания средневекового человека. Мы исследуем и палеоботанические находки, что дает не только информацию о рационе питания зерна, но дает информацию и о климатических изменениях, которые происходили на этой территории. Мы проводим исследование химического состава бронзовых изделий, металлографический анализ железных изделий и еще целый ряд анализов. И вот уже два года мы отбираем коллекцию спилов, которые позволят создать первую демпрохронологическую шкалу для этого региона. То есть все шкалы пока существуют несколько севернее Оки. Это будет первая шкала южнее Оки, где в принципе слоев с такой сохранностью дерева очень немного. Очень немного. В основном в городах этого региона слои сухие, то есть дерево не сохраняется. И вот уже отработали мы пятый сезон. Очень интересные находки, которые характеризуют жизнь человека. Но из наиболее интересных я бы назвал костяную печать, миниатюрную с изображением воина. Мы нашли косточку с привязанной к ней ремешком. Когда стеологи определили эту косточку, оказалось, что это косточка. Косточка.